Я в этом году был ошарашен, уважаемые коллеги. Когда начал убирать третикали, видите, какие урожаи? Ого! На 2-2,5 тонны превысили озимую пшеницу в нашей зоне. Причем вот она, пшеница на одном поле, через 10 метров озимая третикали. У нас 28 сортов госреестров, кстати. Вот новая сорта, Азнавор, Алион, Платов, госреестр, Рамзай тоже, Рамзес, Преам, Форта особенно. Вот, пожалуйста, потенциал по пару. Чем листать? Кто будет листать? А можно пока вопрос? Скажите, из этих сортов, какие у вас вышли в семеноводство? То есть у вас есть объемы к продаже, к размножению, какие из этих сортов? Бывает так, что сорта вроде бы успешные, а их нету, семян нету, нигде взять. Значит, докладываю. У нас 28 сортов. Если все каждые год, я 28 буду выращивать, и их 80% будет оставаться, то знаете, что это? Дефолт называется. Вот я понимаю. Поэтому, если вам надо третикали, вы мне заказываете, я на следующий год, нужно вам количество, нужно вам сорт выращивать. У нас такая технология. Каприз государственный стандарт, это по предшественнику простый. Видели, пшеница 6 тонн. Вон, Азнавор, Госрегистр, Форт, Форт уже в Госрегистре, Аргус изучается, Орион, Каприз стандарт. Вот, худяков, песчанка, 500-700 гектаров каприза выращивает, продает, причем зерно ничем не отличается от зерна, пшеница абсолютно. Он как животноводом продает, так и издает его, мешает парке, издает спокойно. Также те же 14-16% белка получается. Вот, пожалуйста, и это по просу. Я не буду каждый сорт, как коллеги расписывали. А вот, смотрите, выражаю ряда сортов при разных сроках, села по пару. Почему по пару? У нас по непару предшественникам мы можем просто сроки не выдержать. Бывает, что влаги вот нет. Надо сеять. Это можно только по пару сделать, методически, рамотно этот опыт. Вот форты 25-го августа 1994, 5-го 96, 1994, 1993 и 5-го октября 1984. Вы видите, нейтральный на срок села. А пшеница, мы 84, а пшеница где-то 35-40 центов дает при посеве 5-го октября у нас. Орион новый, 100 центов, тоже нейтралитет и почти 100 центов даже 5-го октября. Лишь бы все взошло. Сорта выдерживают минус 21 градусного звукущения. На всякий случай сообщаю. И вот зона распространения. Вон форта последняя, видите, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я зоны 13 центов получили. Атаман Платов. Арго это на зеленую массу. Вы видите, написано, 100 тонн в гектаре потенциал. Тысячу центнеров. В этом году мы даже по опросу по 450 центнеров получали. А это накормить, напоить по пару он способен дать тысячу центнеров массы. Из него делают сено, рулонят спокойно, сенаж закладывают, значит, на свал скашивают, провяли до 45-50%, поднимают, измельчают и по типу кукурузного силоса закладывают в траншеи. Вот такие дела. Дальше, что там у нас? А скажите, пожалуйста, вот по кормовой ценности отличается от ретикали? Я считаю, что ретикалия по кормовой, по количеству переваримого протеина и других моментов практически не отличается от кукурузы. И дело в том тоже, в какой фазе спелости убирать. Кукуруза, если она зеленая, там одна ценность. Если по чатке молочно-расковой спелости, там другая ценность. И по ретикалии есть еще новая технология, зерно-сенаж. Многие хозяйства, чтобы не валять, не делать волки, дожидаются молочно-расковой спелости, когда влажность надземной массы 50-60%, так же убирают, так же забивают эти траншеи, и так же красиво получается. Там, конечно, больше переваримого протеина, больше ста с лишним. Ну, я говорил о температуре по пшенице, и вон кормовые, вон столько выдерживают, зерновые 2 с 20 лет. Наталья Иванович, чтобы вас уже отпустить... И, нет, я последнюю фразу говорю. Мы вот сейчас заказывали нам Алмаз, это Чебаркульская станция, ну, в Сибири, короче говоря, Челябинская область. И вырастили довольно приличное количество рамзая. Значит, 97 с половиной. Вот, высокое содержание кротиноидов, белка. Можно и макароны делать, и птицу откармливать, все, что хотите. Пронимаем заказы. Как... А у нас, конечно, на ура кормовые сорта. Кстати, обидно, что покупают не Ростовская область, а покупают та же Кубань, покупают Волоград, Воронеж, Саратов и так далее. Но у нас животноводство это... Где было? 50 лет в октябре было, по-моему, у сухомленов. Есть, есть. Наоборот, у них чистопородная стада сейчас хорошая. И кроме этого, в Неклиновском районе, я знаю, кто-то, по-моему, колхоз Ленина занимался. Нет, там остался Советинский, Прогресс. Три, три хозяйства. Ну, два, два, три. Семсот, раздольного, тысячу. Спасибо. Спасибо, Валерий Владимирович. Спасибо. Адоль Владимирович, вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот зерновые те сорта, третикали, которые же таким урожаясь, то же самое там Рамза или Рамзес, они как вот по росту? Рослые очень, полигонные? Нет. Они, ну, у вас без воска 100 есть, но можно сантиметра на 10 выше. Устойчивое полигонное. У меня корнет от Калининграда выселается до Ставропольского Каева и до Оренбурга. То есть металл двадцать это, да? Да. Ну, нет, 105. Обычно вот когда среднее положение, это 100-105, а так 110, ну, может быть, 120. В принципе, более-менее. А зеленка, имея честь, высота растений на зеленую массу 180, это самое, сантиметров, 2 метра. Ого! И когда наступает технологическая уборка зеленой массы, они не ложатся, ничего. А на семена у них своя технология. Их нужно высевать полтора миллиона на векте. И оно не ляжет, уберете. Ну, урожай семян где-то 35-37. Мы же суданку когда высевали, урожай не считали, не прораняли козина вообще. Это корма культуры. Все, спасибо. Спасибо огромное. У нас был новый сорт Белла. Нам давали в энергородичный, так сказать, чтобы на это испытание посмотрели. Сеяли мы его. Можно идти, да? Мы его входили. Извините, спасибо. Спасибо вам. До свидания. Мы в севере 40 килограммов на высевах. Дал очень хороший урожай. Я, по-моему, уже озвучил этот. 65. Мы за 67. С ваших слов. У нас все ходы записаны. Вот так вот даже и соврать лучше невозможно, да? Сейчас я посмотрю. Сейчас у меня легкий язык. Я могу тебе не то рассказать. Ага. Для твердой пшеницы, это хороший очень урожай. Вы опасный человек, Тарас Степанович, а? Все записываете, да? А у нас прибыль будет джетерменам верить на слово. Я же вам на WhatsApp отправляю. Ну да. Белла дала на 65,17 центров. При влажности 9,9. Натура 795-я. Протеин был 15,3. Вот при норме высева, это новейший сорт национального центра зерна имени Павла Патерменовича Лукьяненко. Как бы я считаю, что это урожай очень хороший. Сеньора только прошла у нас регистрацию 74,2. То есть, с такой же влажностью, натура чуть похуже, 788. Но протеин практически на 0,7 выше, 16% белка. Ну и норма высева там была 100 кг. А крупинка с 2005 года в производстве, да? Если память не изменяет. Вот она дала средненький урожай. 67,14 центров. Натура 789, 15,1 белок. То есть, она как бы всем этим новинкам уступила. По белку влажность такая же 9,8 на момент уборки. Ну, что говорить. Новейшие сорта, они появляются в производстве. И они даже обязаны быть лучше тех, которые зарекомендовали себя занимать большую площадь. Эти результаты стимулируют сеять больше. Ну, я думаю, что мы посеем ее большим клином. Посмотрим еще. Тут как бы очень много технологических моментов. Будем еще консультироваться с наукой. А тут практики есть уже по 7 тысяч гектар рядом сеют. Как бы большие крупные хозяйства. Которые фермерам рекомендуют. Вы не сыпьте удавлением. Мы к вам придем потом в гости. Нет, нет. Здесь твердая пшеница совсем другая. Поэтому мы бы у вас учиться. По твердой пшенице не единожды позвонили. Так хорошо. Вот еще научное сопровождение с Краснодарского института. Постараемся вырастить достойный урожай. Потому что по экономике сегодня вроде как считается, она идет плюсом к мягкой там 3-4 рубля. Товарная пшеница вроде как так на сегодняшний момент. Нет, не совсем. Не так. Очень не так. Очень не так. Но в порт я позвонил экспортерам. Они говорят, ну как бы 18-19. А найти большого покупателя по тем ценам, которые вы сказали, это может быть разовый казачок, может быть засланный казачок. Но мне в порту, в ростовский причал, как бы покупают тоже довозимую пшеницу, сказали вот такую цену. Если, конечно, там партия будет как Карманукьяна, там с 7 тысяч гектар, там могут нара и домой приехать 30 рублей заплатить и из дома заберут. Но у нас объемы не те. И как бы я подвечу ту информацию, которую мне сказали вот. Такая же ситуация была и у нас, когда мы начинали только заниматься заоружениями. Расскажите, пожалуйста, пока погонки были. Коммерческая тайна. Начали мы заниматься 4 года назад заоружения пшеницы, а может и 5. 5. 5 лет. Институт нас курирует в этом плане. Первая сорта это была Крупинка. Далее у нас была Круча, Крупинка, Адари. Вот эти сорта мы с какой-то вроде и проведены. Осталось Адари. И на сегодняшний день площадь у нас пшеница твердая составляет 7 тысяч гектаров, в том числе и семянные бассивы. И при этом у нас два сорта основных производства. Это Адари и Крупинка. Ранее и Средневековый. Урожайности наши в производстве по твердой пшенице, они примерно равны мягкой пшенице. Они уступают. Однако есть нюансы в технологии выращивания твердой пшеницы, исходя из практики. Первое, это оптимальные сроки сева. Необходимо получить растения осенью, чтобы растения ушли в зиму в выпущение. Желательно, так как практически все сорта, которые были в производстве, они уступают по зимостой по стильной пшенице. Соответственно, этот фактор нужно учитывать. И также это дополнительный риск в перезимовке. Также питание твердой пшеницы должно быть на высоком уровне для того, чтобы белок, а далее уже и стекловидность в продукции была высокой. Твердая пшеница отличается тем, что она способна очень-очень интенсивно пуститься весной. Даже несмотря на возможное вымерзание, что было у нас год назад, мы из-за высокой регенерационной способности урожай мы получили высокую. Твердая пшеница, это нужно отметить, да, она способна пуститься очень-очень интенсивно. Также есть момент такой в защите. Обязательно качественная защита против болезней, особенно фузариоза в калашине. И самый главный, наверное, определяющий фактор успеха в выращивании этой культуры, это своевременная уборка. Площади под этой культурой в хозяйствах, они будут ограничены мощностями уборки. То есть никогда не стоит пренебрегать этим фактором. То есть в течение двух-трех дней вы должны убрать, уважаясь в поле. Иначе вы можете весь свой труд потерять. Есть, да, определенные риски. Но тем не менее, в прошлом году говорил Боровик в основном поле. Вторые сорта чуть-то по 30 метров давались, да? Ну, стоимость твердая пшеница составляла в районе 30 рублей. Ну, 28, 28, по-моему, кремлевые десанты. А сейчас? Сейчас 25. Я не скажу, но мы не продавали. Но это на большие партии. 1200 тонн. С подкруга. В прошлом году цены сильно отличались. То есть в этом году, скорее всего, паритет цен будет аналогичным. Но, в число уровня к пшенице цены на твердую не думаю, что дойдут до такого уровня. Да, в прошлом году. Что, что за прошлое? Затраты? Ну, нет, такие же. Но нужно учитывать, что семенной материал, он также стоит гораздо выше, чем... А семенной материал отличается, а все остальное? Да, технология, да. Только мы берем по максимуму, если фунгицидная защита средняя везде, а здесь фунгицидная защита максимальная. И на этом все. Технология... Можно я еще добавлю? Да. Я просто сам селекционер именно по твердой пшенице. И вот этот вот, как бу, можно сказать, у нас в Англии называют восходящей звездой. Это уже 5 лет примерно длится. И сейчас уже у нас есть сорта, вот Тарас Степанович сказал, что зима морозостойкость. Вот у нас новый сорт, цель, у нее морозостойкость выше или на уровне сорта грома. То есть это... Он еще не районировал. Он не районировал, но он проходит хорошо вот испытания, и уже есть данные. В наших посевах семеноводческих 95 центров с гитарой. А у сорта Белла это второй сорт, 87. То есть распространение сейчас зимой твердой пшеницы, например, даже 5 лет назад, если кто-нибудь сказал, что в Самарской области и Саратовской области сеют, сейчас сеют твердую пшеницу в Самарской и Саратовской области. Немного, 11-12, но производит это просто, как вот к нам приезжали в Самарской области, в Оржский район, директор. Они купили у нас, мы говорим, там не испытывалось, не районировалось. Ну, попробовать. Вот они по 10 гектар посеяли, провели день в поле. Там просто был, ну, просто сейчас трубку обрывают Оренбург, Саратов. А семян, ну, только у второго со Степановичем, наверное, такой объем будет. Семян требуется очень много. Как у высокорепродуктивных, оригинальных семян, так и элиты и первой репродукции. А цена по прошлому году, вот сейчас я не могу сказать, 32 рубля элита стоила твердой пшеницы. И 28, это первая репродукция, это в Новоселецком районе Ставропольского края. И вот вчера, позавчера приезжал директор, по 25 рублей они 1200 тонн продали. То есть я, говорит, семена по 24-25 мягко продаю. А это, то есть, и это продолжается с каждым годом. И в Краснодарском крае у нас регулярно, наверное, уже в октябре проходит круглый стол. И с Москвы приезжал очень влиятельный купец, продавец этой культуры. Он сказал, что единственная культура, которую я могу продать всегда, это твердая пшеница. А куда она идет? Если высокое качество, если высокое качество, то это идет в Италию. Ага. По ниже качество в Турцию. Еще ниже качество это Пакистан, Индия. То есть там лепешки, чапальки. А на переработку нам? Нам на переработку ситуация такая, что у нас производится, грубо говоря, 600 тысяч тонн. Продается в Италию в прошлом году 250 тысяч тонн, а производится макарон из твердой пшеницы на миллион 600 тысяч тонн. Говорят же, из Казахстана завозили. Казахстана завозили, но это не такие объемы, чтобы миллион 600 тысяч. Сейчас макароны не покупать? Нет, макароны покупать. Итальянские. Ну и русские сейчас. Нет, сейчас очень многие переходят. Это же внутренний рынок 25 рублей дает, а не внешний рынок. Алексей Сергеевич, а какие сорта на семьях? Крупинка, а дарей круче, потому что семена у них у нас есть, и они были ли меня пробированы в Калмыльке, в Тавропольском, Ростовской области. И поэтому мы их предложили. И там просто, ну как директор говорил, там люди с ума сошли, потому что они не видели твердой пшеницы. Ну Саратовская область вообще, как бы там Яровые, Самарская область, Язимы, Язимы Немчиновские, это совсем другое каким. А когда они увидели, ну там фотографии они показывали, они даже колосси привозили, там ну просто потенциал они посчитали, биологический, у них еще горки нет на 100 центов. Вот такая вот ситуация. Ну и зимостойкая сорта была, как бы тоже там приличная. Цель еще выше, да? Да, и они различаются по срокам созревания. Ну можно начинать пробовать. Дмитрий Михайлович, у меня вас там не видно, у вас, вы чувствуете спрос к твердым сортам пшеницы АНЦ? Ну последние годы однозначно интерес есть, как сказал Алексей, где-то до 5 лет, так оно и есть тенденция. В прошлом году большой был спрос в связи с тем, что не урожай в Казахстане, под Яровыми, медотвердыми в Оренбурге. То есть было и письмо, насколько, может быть вы знаете, не знаете, на Мишустина, когда обращались с просьбой и работчики там помочь. Но, к сожалению, в этом письме было все, чтобы субсидировать переработчикам, но ни одного слова про производителей данной культуры. Даже речь не велась. Что касается непосредственно урожайности, то у нас, допустим, в этом году было в производстве 3, вернее 5 сортов мы высевали. В Ростовской области где-то до 7 тысяч доходит ежегодно. В последние годы было 3-5 тысяч, сейчас до 7 тысяч гектаров именно под озимой твердой пшеницей. Основная, конечно же, это сорта Агадонского Амазонка и сорт Крупинка. Вот эти вот у нас в области популярные сорта. Что касается урожайности этого года, то отмечу, что да, если сравнивать с мягкой пшеницей, то практически разницы мы не видели. А по некоторым сортам, наоборот, увидели, что твердое сформировало в этом году больше урожайность. В частности, 85 мы получили по Усладе и Ониксу чуть хуже получили мы по Яханту 75. Амазонка и Агадонской дали в районе 70 центнер в этом году. В принципе, достойный результат. При этом по цене нам предлагали сдаварную пшеницу именно под комбайна 23-25 рублей. И мы просто-напросто взяли и продали. Потому что на сегодняшний день есть понимание того, что достаточно большого количества рядового зерна на это зерно, именно на мягкой пшенице. Цены нету, к сожалению. 10-11, максимум 12 рублей давали на тот период. Но проблемы с хранением, опять же, конечно, хотелось бы передержать его до лучших времен и продать по другой цене. Поэтому мы в этом году взяли акцент именно на твердую пшеницу. И просто товарное зерно продали и чуть-чуть себе освободили место. Также по этому году у нас с коллегами из Краснодара первые сорта были допущены по центрально-черезненному региону. Именно по лазимой твердой пшенице. До этого сортов там не было. Таких в допуске основы выращивались, как правило, это яровые пшеницы. При этом, если сравнить по урожайности, яровой, конечно же, и лазимая значительно больше дает урожай. При этом современные сорта, опять же, не уступают по качеству той же самой яровой пшеницы. Поэтому этим надо, прежде всего, пользоваться товаропроизводителем. Но перспективы, однозначно, по этой культуре есть, они и будут в дальнейшем. Потому что все равно мы с вами едим макароны, прежде всего. Конечно же, плохо, что мы едим, как правило, с мягкой пшеницей. Европейские осты как раз там запрещают использование мягкой пшеницы. Уголовное наказание. Да, у нас, к сожалению, это все допускается. И потом мы с вами страдаем просто-напросто. Еще кладезь, это яровая твердая пшеница. На сегодняшний день у нас уже, наверное, тысячи гектар элитных посевов. Алтайский край, Самарская, Саратовская области. Сейчас урожайность в Абаяне, Курской области, сорт ясенька, 68 центров зеленозвитая. Это яровая твердая пшеница. Она уже идет как премиум классом. В прошлом году до 42 рублей находила. А семена твердой яровой пшеницы находили до 70 рублей элита. То есть это еще для Краснодарского края у нас сейчас есть хозяйства, которые именно нацелены на получение высокого урожая. Вот у нас есть сорт ядрица по шестому региону. В Тихорецком районе 51,8 центров они получили. И будут просто чистить и продавать уже как яровые, чтобы семеноводческие линии не стояли. Это 42 рублей в том году цена элиты была на эту пшеницу.